МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Главная тема сегодня. Погода, как новость номер один. Хрисанские коммунальщики воюют со снегом. Горожане при этом смотрят одновременно под ноги и на крыши домов. Робинзон против человека. Подробности печальной деятельности турфирмы от пострадавших. За труд и зарплату. В Рязанском госуниверситете прошел форум по проблемам занятости. С днем рождения копеечка. Поклонники отечественного автопрома отметили ностальгический праздник. А теперь обо всем подробнее. Все информационные выпуски, как федеральные, так и региональные, открывались на этой неделе погодно-природными репортажами. Последняя неделя марта выдалась нескучной. 20-ти градусные морозы ночью и около мин с 10 днем. На Украине понедельник вообще объявили выходным. Снег победил всю технику 21 века. Тут же подоспели архивисты и сообщили, в России такую погоду фиксировали только единожды, полвека назад. Тогда марта был холоднее февраля, а про снежные атаки того времени вообще сведений нет. О том, как боролись со снегом в Рязани, в первом материале программы, которую подготовила Леонора Миянкова. Еще в начале недели сильный снегопад подарил жителям Украины лишний выходной. В России из-за аномалии погоды работа не встала. Месячной нормы осадков в конце марта, конечно, никто не ожидал. Однако нависшие ледяные глыбы и сугробы по колено вовсе не препятствия, а прощальные подарки зимы. Управляющим компаниям и организациям обслуживающих на квартирные дома поручено в первую очередь оградить опасные участки и освободить эти кругли от снежных наносов. По 150 единиц снегоуборочной техники трудились днями и ночами. По 4000 кубометров снега вывозились с центральных улиц Рязани. Пригородные автобусы не выходили на рейс, городской транспорт стоял в пробках. Это при том, что ледяная колея во дворах и сугробы вместо машин заставляли автолюбителей на время отказаться от личного транспорта. Власти города тем временем самого страшного ожидали впереди. Наша цель – снег убрать из города, потому что снег – это беда для дороги. То есть мы наберем снег в облик, потому что срок мы устанавливаем интенсивно. Мы так будем дорогие. Просто очень много убыстрей, буквально, буквально, с наслеском. Сейчас, казалось бы, все позади. Снег убрали, сугробы вывезли. Но кое-где теплое весеннее солнышко спешит завершить работу за тех, кто ее выполнил недобросовестно. Администрация города Рязани, управление административно-технического контроля обращается раз, еще раз к управляющим организациям и просит обратить большое внимание на образовывающиеся в связи с погодными условиями налить и нависший снег на крыше, принимать своевременные меры и сделать все от них возможное для того, чтобы обезопасить жителей города. Главная политическая сенсация Марта – таинственная гибель в Лондоне российского олигарха-изгнанника Бориса Березовского. Он, как известно, погиб в результате удушения. А вот подробности выясняются, поговаривают об участии в этом мрачном деле некой третьей стороны. Но дело не в этом. Как именно ушел из жизни Березовский, наверное, еще будут спорить, выдвигать версии. Может, художественное кино вскоре снимут. Но пока можно сказать одно – ушел из жизни человек, который олицетворял собой российские 90-е, причем самый верх власти. Он был королем интриги и сам по себе являл интригу в чистом виде. Бизнес, политика, то есть деньги и власть – всего этого у него было в избытке, и во всех сферах он ходил по краю. Вообще Березовский был из тех людей, которые говорили не «делаю, что могу, а делаю, что хочу». А в последнем интервью журналу Forbes он сказал совершенно противоположное «Я не знаю, что мне делать, мне 67 лет, и я не знаю, что мне дальше делать». Не это ли причина ухода опального олигарха-авантюриста из этого мира? Сейчас в эфире экспресс-интервью с политологом Юрием Мастяевым, как раз о личности Бориса Березовского. Я думаю, он как раз яркий выразитель того, что происходило в 90-е годы. Ну, я так думаю, конечно, сложно его сравнить с таким мошенниками, как граф Клеостр, хотя такие сейчас пошли некоторые идеи. Но вообще, конечно, он сыграл очень серьезную роль в середине 90-х годов, ну, хотя бы на выборах Ельц на 90-м году. Потому что именно он во многом явился той организующей силой, которая смогла сплотить так называемых олигархов, или как сейчас красиво называют, СМИ-банкирщина, которые, условно говоря, скинулись, дали деньги на эту компанию. И если так вот, кто более-менее старше поколения, мы с вами помним эту серьезную компанию в СМИ. 96-й год, как же не помнить, конечно. Когда с утра просыпаешь, включаешь новости, идет в контексте какое-нибудь там выступление Зюганова, и вот комментарии потом Ельцинских, потом какая-нибудь реклама, талоны, хотеть же талон, выйдет голосовать за коммунистов, потом какая-нибудь певица выступает, как наконец-то получила творчество, ну и потом этот голосуй-то проиграешь, что ты везде, по всем городам и весьм. Голосуй сердцем, голосуй-то проиграешь, все эти. Так что, в принципе, во многом это было его инициативное движение, тем более, что, опять же, в то время ОРТ, по-хорошему, был его каналом. Естественно, он и до сих пор остается одним из самых рейтинговых каналов. Так что, конечно же, я думаю, он сыграл огромную роль. Ну и, если посмотреть, то не зря его так называют, как там «Крестный отец Кремля». Была известная книга Полохлебникова, к сожалению, так вышла небольшим тиражом, и так во многом прошло не замечу, но интересная книга, где он как раз пытается показать, как он, Березовский, стал тем, с чем он стал. Ну вот Березовского еще, имя Березовского связывают с громким преступлением против журналистов, от Листьева до того же Полохлебникова. Ну, Полохлебникова там, конечно, больше свалили на чеченцев, потому что одна из его последних книг, это был «Разговор с варваром». Ну, вообще, конечно, там загадочных обстоятельств много. Его убили как раз, когда недалеко от гостиницы «Рейтинславянская», киевской. Ну и, в общем-то, свалили, конечно, чеченцы, хотя я не думаю, что это чеченцы, потому что им смысла не было. Для них вот эта книга, наоборот, как бы своего рода и пиар, что они и хотели. А вот Березовскую, конечно, он там выставил достаточно так это. И вообще, о влиянии Березовского на СМИ, то, что нам, как говорится, по профессии ближе, было очень мощно. И вот этот вот, ну, так сказать, институт телекиллерства, когда долбят и долбят в одну точку. Ну, да, Доренко, 96-й год, да, как раз. Как раз вот пошел с того времени. С подачи Березовского, да, вот, вот. С Ванидзе и Доренко, два таких. Конечно, они там хорошо отработали в 90-м году, и потом в 90-м году продолжили, когда там против Примакова и Лужкова пошли. Это очень мощно. То есть, система была отработана в 90-м году, и она применялась и дальше. Но сейчас, я так думаю, она все-таки смягчилась. Ну, тогда, да. Ну, во-первых, надо вспоминать эти 90-е годы, как там, бандитские, конечно, условно. Поэтому в этой среде, я думаю, Березовский чувствовал себя хорошо. То есть, вместе с ним, я бы так сказал, что, ну, как бы ушла эпоха ярких, открытых 90-х, может быть. Ну, может быть, и сейчас есть кто-то подобный Березовску, но он старается держаться в тени, где-то там, может быть. А Березовскому надо было быть на виду и, в общем-то, делать какие-то гадости, чтобы еще все видели и наслаждаться этим. Так что, конечно, я думаю, что вот это вот ощущение безнаказанности, что он всесильный, она его погубила во многом. Слишком высоко он был. Слишком, да. А ты был там, откуда, ну, любой шаг – это вниз. Да, как на то. Ну, конечно, он ходил по острию, нажав, опять же, потому что тут же сам Борис Николаевич Ельцин, он своих соратников сдавал легко. Кто ему помогал, притеклась, и потом практически все они были отодвинуты. Ну, Березовскому, конечно, была мощная опора в виде Татьяны Яченко и ее второго мужа Валентин Юмашева, с которым он хорошо сошелся. Рязанский скандал недели. 45 уголовных дел в отношении директора туристической фирмы «Робинзон» Алексея Епифанова. По версии следствия, «Робинзон» в 2012 году получил от клиентов оплату за турпутевки. Однако, по вине руководства агентства, граждане к месту отдыха отправлены не были, а потраченные ими деньги до настоящего времени не возвращены. То есть, как в народе говорят, помыли денежки. Особую пикантность делу придает то, что Епифанов одно время был высокопоставленным областным чиновником, работал как раз в сфере развития туризма, и вот 45 уголовных дел. Все подробности «Робинзонады» у Оксаны Тебенихиной. 45 уголовных дел по статье «Мошенничество. Миллионы рублей, украденных у людей обманным путем». Бывший руководитель областного комитета по туризму, ныне директор туристического агентства «Робинзон» Алексей Епифанов. Покинув министерский пост, Алексей Иванович, судя по всему, потерял и нить бизнеса. Не обращайтесь в «Робинзон». Вас жестоко обманут, как меня и мои подруг. Директор Епифанов Алексей Иванович. Пришли к нему еще в августе. Заключили договор, отдали деньги за Кипр. И в день отлета, 5 сентября, он нам сообщил, что мы никуда не летим. Написали заявление на возврат денег, но до сих пор ничего не получили. Нас таких обманутых уже много. Прошу всех быть бдительными и не обращаться в это турагентство. Он что-то рассказывает про финансовые дыры и кредиты. А сам по уши в долгах и исках от потерпевших. Берут деньги за тур и все, больше ничего не делают. Потом просят написать заявление о возврате денег, которое вернут через 10 дней после написания заявления. Вот вы и отдохнули. Турфирма «Робинзон» ждет вас снова. Вернуть деньги не могут, их нет. Кассовый разрыв, говорит директор «Робинзона». Что такое кассовый разрыв, объяснить господин Епифанов не может. Вы заплатили деньги, а они исчезли. В кассовом разрыве. Вернуть деньги невозможно. Но вопрос, где деньги, ответ – их нет. Замечательно отдохнули. Отпуск удался. Спасибо господину Епифанову. Эта «Робинзонщина» началась больше года назад. Тогда клиенты турагентства, судя по откликам в интернете, один за другим вместо берегов теплого моря и экзотических стран добирались только до аэровокзалов, где узнавали, что в списке пассажиров не числится. Ведь туры на них никто не бронировал. Мы приехали в аэропорт. И когда подошли на стойку регистрации взять свои билеты, нам сказали, что нас в списках нет. Вот мы были очень удивлены этому. Мы просили несколько раз перепроверьте всю информацию. Потом позвонили в компанию «Робинзон», спросили, в чем проблема. Нам сказали, ребята, тут какие-то проблемы, возвращайтесь домой. Звонили ему, он говорил, тут проблемы с туром, выбирайте любую другую безвизовую страну. И вот целый день мы ездили то в Египет, то в Ургаду, то куда-то там еще. И в итоге приехали в Рязань. Ну, мы с ним разговаривали, он написал там какую-то расписку, то, что отдаст все деньги. А потом, денег все так и не было, не было. Пришлось в прохоронительные органы обращаться. Поверить, что их обманули, люди, настроенные на отдых, не могли. И в течение долгого времени рассчитывали, что недоразумение разрешится. Люди до последнего верили, что деньги им в итоге вернут. По версии следствия, руководитель Робинзона в 2012 году получил от клиентов оплату за приобретенные ими турпутевки. Однако по вине руководства агентства граждане к месту отдыха отправлены не были. А потраченные ими деньги до настоящего времени не возвращены. До сих пор неизвестно точное количество обманутых туристов. Следственное управление регионального МВД просит всех, кто пострадал от рук мошенников из Робинзона, в кратчайшие сроки обратиться в следственную часть по телефону 24 02 57. Вот вам и урок, дорогие рязанцы. Прежде чем отдавать потом и кровью заработанные деньги за путевки, убедитесь, что на теплое море полетите вы, а не директор турфирмы с миллионными долгами. Обманутых, несостоявшихся туристов, чьи деньги канули в пещерах, разорившихся турфирм в России сейчас пруд пруди. А не сегодня-завтра начнется новый сезон. Пойдут рекламные проспекты, завлекалочки, заваркуют агенты, начнет считать бухгалтерия. А вот как бы опять не влететь с таким серьезным делом, как отдых? Вопрос привилегий. И кто даст гарантии, что фирмы, уже один раз обобравшие клиентов, просто не сменят вывеску? А дни и те же макароны, только под другим соусом. Вот как это называется. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить. Далее в нашем эфире. Суд не сдается. В здании областного храма правосудия звучали выстрелы и боевые команды. Гастарбайтер как герой труда России или как нам обеспечить занятость населения? Форум в РДУ. Эко-награды людям и нефтезаводу. Парадоксы проекта «Эко-гражданин-2012». Продолжаем программу. В эту среду резанцы, проходившие около здания областного суда, могли наблюдать захватывающие зрелища. Мимо проносились вооруженные люди в черной форме. В строгой тишине здания суда раздавались резкие боевые команды и даже звучали выстрелы. Город подумал, учения идут. И, к счастью, не ошибся. В программе репортаж «Боевик» от Глеба Галушкина. По сценарию антитеррористического учения, вооруженные преступники захватили несколько помещений в Рязанском областном суде и удерживали там заложников. По тревоге были подняты группы быстрого реагирования службы судебных приставов, а также спецназ ФСБ. Совместными усилиями судебных приставов и спецназа ФСБ террористы обезврежены, а заложники спасены. В эту среду прошли и более мирные мероприятия. Дело в том, что 27 марта отмечался Всемирный день театра. 52 года назад его установил Конгресс Международного института театра. И с тех пор театральные сообщества отмечают эту официальную дату. Отмечают, как и положено творческим коллективам, талантливо, ярко, с фантазией и новыми проектами. Как раз в день праздника свой театральный роман, то есть репортаж, сняла в Рязанском театре кукол Элеонора Миянкова. Валентина Павловна с внучкой Лерой приехали в Рязань из Москвы. На время школьных каникул составили культурную программу. В музей и на выставке пойдут потом. Сначала в Рязанский театр кукол. Театр кукол, конечно, прекрасный. И артисты хорошо играют. Ну, правда же, понравилось тебе, как артисты-то играют. Вне времени и вне событий. Здесь всегда есть место чуду, искусству и волшебству. Рязанский театр кукол отмечает профессиональный праздник, как всегда, на сцене и в работе. А его актеры в прекрасном настроении и за любимым делом. Мы дома живем нормальной человеческой жизнью. Устаем, завтракаем, принимаем душ. Приезжаем в театр, тогда мы и Карабас, и Буратино, и все остальное. Потому что так с ума сойти можно, если все время думать, что я Карабас с утра. Карабас-Барабас, Пьеро и Буратино через много лет все те же. А вот сам театр изменился. Появились спецэффекты и новые технические возможности. И, главное, не пропала зрительская любовь. И, наверное, это никогда не исчезнет, пока люди будут тянуться вот к этому очищению души, к раскрытию. Когда им нужно, пока им нужны будут эти вот потребности. Поплакать, посмеяться, хорошо, посмотреть хороший спектакль. Театр, думаю, будет жить всегда. Дети смотрят на сцену, а родители мечтают попасть за кулисы. Артисты шутят, мол, пора продавать билеты на спектакль изнутри. Для тех, кому интересна тайна доброго и чарующего театрального искусства. Благо, такие есть и будут всегда. Дело время, потехи час. На следующий день, четверг, в Рязанском государственном университете на форуме руководителей и специалистов в области управления персоналом говорили как раз о трудовой деятельности. Дискуссия главным образом развернулась вокруг дисбаланса интересов работы дателей, которым нужны специалисты, и трудящихся, у которых незамысловатые, вечные как мир требования, а именно достойная оплата за приложение знаний и усилий. На форуме был Глеб Галушкин. Проблема трудоустройства высококвалифицированной молодежи стоит в Рязанском регионе довольно остро. Это признают организаторы нынешнего кадрового форума, впервые прошедшего в Рязанском госуниверситете. Однако далеко не секрет, что выпускники вузов не могут устроиться по своей специальности, а с другой стороны работодатели заявляют о так называемом кадровом голоде. И сейчас, наверное, такой пик, когда нам непосредственно нужно решать эти вопросы кадрового голода, который не только у нас в регионе, а в принципе в целом по стране. Что значит кадровый голод? Это молодежи, которые профессионально высококвалифицированно подготовлены для работы в высокотехнологичных производствах, наукоемких производствах, в различных сериях, которые сейчас требуют, наверное, очень сильные конкурентоспособности на мировом рынке. По словам чиновников, развитие региона возможно только при создании высококвалифицированных рабочих мест, а также при подготовке работников как в профтехучилищах, так и в инженерных вузах. Тут местные чиновники работают над постулатами призыва президента страны Владимира Путина. Напомним, что на седьмом ежегодном бизнес-форуме «Деловой России» в мае прошлого года глава государства пообещал к 2020 году создание 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест по всей стране. Сейчас же отечественный рынок труда неимоверно перекожен в пользу дешевой рабочей силы из сопредельных государств. Число мигрантов, по мнению ряда экспертов, уже сейчас достигает 15 миллионов человек и будет только расти. Если план Путина осуществится, то работодатели прежде всего будут привлекать к работе этих самых гастарбайтеров. И зарплат у них поменьше, да и социальных гарантий никаких. За примерами ходить далеко не надо. Менеджеры компании «Аэрофлот» еще в конце прошлого года заявили общественности, что пилотами самолетов могут стать иностранные граждане. Дескать, острый дефицит отечественных кадров. Вот и получается, что при таком подходе местных корпораций молодые выпускники российских вузов рискуют остаться безработными. Интересно, что президент Владимир Путин, выступивший в пятницу на первой конференции Общероссийского народного фронта, отметил следующее «У нас в Советском Союзе было звание Герой социалистического труда. И в целом, на мой взгляд, сказал президент, это себя оправдывало». Так что ждать нам теперь возрождения еще одной соцтрадиции. Зачем только их переломали, непонятно. Но это к слову. И вот теперь интересно, кто же станет первым, скажем, героем-строителем. Если судить по таким критериям, как напряженный труд без перерывов, без обеда, без выходных, за малые деньги вдали от Родины, то носить первую трудовую золотую звезду гастарбайтеру не иначе. К другим темам недели. В четверг в Рязани чествовали эко-граждан 2012 года. Название чудное, но ничего особенного странного здесь нет. В 2011 году награда была учреждена областным отделением экологической организации ЭКО. Кавалерами и лауреатами становятся по замыслу авторов проекта люди, которые внесли весомый вклад в улучшение состояния окружающей среды, дети, педагоги, лесничий, пожарный, даже чиновники. Ну, это все понятно. Но вот когда эко-награду получает нефтеперерабатывающая компания, которая является главным загрязнителем этой самой окружающей среды, становится не очень ясно, за эко-достижения дают награды или за банальное спонсорство. Во всем пыталась разобраться Оксана Тебенихина. В Рязанском областном художественном музее прошла церемония вручения премии «Эко-гражданин-2012». Это ежегодная общественная награда за выдающиеся достижения в охране окружающей среды. Так, по крайней мере, было обозначено в пресс-релизе торжества. На деле же, по мнению приглашенных, получилась реклама предприятиям, чиновным людям и иным высоким гостям. Ну, нужно больше конкретики. Например, сегодня могли бы чиновники отчитаться, сколько они леса вырубили в Рязани, сколько они вырубят на следующий год в Рязани. Да, сколько они наказали бизнесменов, сколько они штрафовали. Они штрафовали бедных эко-поселений на 120 тысяч у нас в Рожке. А всего, значит, Россельхознадзор в Рязанской области оштрафовал, по-моему, там, 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 меньше полмиллиона, всю Рязанскую область, у нас миллион гектар зарос. А вот бьют по это самое, по людям, которые беззащитны. Вот где коррупция, вот где бардак, вот это не противлучало. Хотелось бы услышать конкретику и, так сказать, что мы будем делать дальше. На сохранение окружающей среды сегодня много не заработаешь. Тем не менее, дела в этой сфере понемногу идут. По крайней мере, судя по словам выступающих, в действительности же, похоже, лишь общественники по праву могут считаться настоящими защитниками природы. Только вот власти у них не хватает для большей поддержки их деятельности. Нам не хватает своих депутатов в областной и городской думе, не говоря о государственной думе. Нужно, чтобы люди толкали это. У нас никто не толкает. У нас депутаты, 40 человек голосуют единогласно за вырубку трех гектаров Амбушевского леса. Ну, это предатели, понимаете. С кем работать? Нас предают. Вот вся проблема. То есть у нас нету своих людей. Наградили и наградили. Поговорили, ну и поговорили. Везде и во все времена, когда и где есть возможность публично выступить, там обязательно появится желающий прославиться и вставить свое порой никому неинтересное и ненужное слово. Даже на такой, казалось бы, безобидной церемонии. А дело-то хорошее. Это самая награда эко-гражданин. Только почему-то у многих журналистов сложилось мнение, что из церемонии получился попросту пиар-проект. К сожалению, бесцеремонный. И последний на сегодня, в четверг, 28 марта, отечественный автопром отметил ностальгическую дату, 42-ю годовщину со дня начала массового производства великой и неповторимой копейки автомашины ВАЗ-2101. Первая очередь автоваза, рассчитанная на выпуск 220 тысяч автомобилей в год, вступила в строй в 71-м году, а первая машина с конвейера сошла именно 28 марта. Кстати, уже в октябре того года в европейском ралли Тур Европы 71 советской команде, выступающей на автомобилях ВАЗ-2101, был вручен серебряный кубок. По привычке высокопоставленные советские автоначальники решили пойти протаренными путями и попросту содрали копейку с итальянского ФИАТа 124. Хотя справедливости ради надо сказать, что в общей сложности в конструкцию ФИАТ 124 советскими специалистами было внесено более 800 изменений. Мощность народного советского авто была в 60 лошадок, скорость копеечки достигала 140 км в час. Что и говорить, сейчас знаменитая машина кажется неказистой, угловатой и бедноватой насчет дизайна, но тогда, в самом начале 70-х, это был, что называется, последний писк. Копейка прижилась и дала начало целой семье ВАЗовской классики. Другими словами, это был культовый автомобиль Советского Союза, ни больше, ни меньше. Позднее были представлены две модификации первой модели ВАЗ-2101 и ВАЗ-21013, у которых имелись некоторые не очень существенные изменения. Потом были четверки, пятерки, популярнейшие глазастые шестерки, появившиеся на российских дорогах в 76-м. О, эти двойные фары, это бортовая блестящая полоска. Прям-таки заграница, что и говорить. До сих пор заднеприводная классика, исправно служит народу. В середине 90-х Автоваз практически отказался от марки Жигули, однако популярнее машины он еще, а может и уже не создал. Кстати, модельный ряд автомобилей Жигули до сих пор находится на 10-й строчке в списке самых продаваемых автомобилей в мире. Владельцы автоклассики, поздравьте своих четырехколесных членов семей. У их бабули был праздник. Ну а все мы ждем праздника весны. Ждем плюсов от температуры воздуха, да и от жизни тоже. Частенько одно зависит от другого. Всего доброго. До встречи в апреле. Субтитры подогнал «Симон»